Да, друзья, всё крутится вокруг одного и того же. Есть обычное состояние работы мозга, есть состояние транса, есть состояние сна, есть состояние сна со сновидениями. А самое главное, между ними есть переходное нейтральное состояние, состояние нулевое. И вот иногда эти переходы происходят быстро и иногда очень медленно. Вот когда быстро переход происходит через обычное состояние, от обычного состояния к трансу, вот этот мгновенный переход, переход в особое состояние сознания, когда нет, ну, предыдущих страхов, комплексов, стереотипов, блоков сознания, мышления и блоков тела, вот это переходное состояние нулевое, это такое интересное состояние его. Вот посмотрите, у нас будет в среду вебинар, и там мы будем говорить о саморазвитии, о личностном росте, о том, как стать человеком будущего. Объявление будет по всем сетям. Но самое главное, самое главное, вот я там делаю вот эти вот беседы с участниками нашей школы Чет Будущего Хомофутуруса, и вот у меня ученик, который живет в Нижнем Новгороде, такой, такой, такой умный человек, такой, привет, Александр, привет. И вот мы с ним говорили в скайпе, и я его попросил по этому поводу посмотреть, что происходит при регрессии. Вот в гипнозе есть такое понятие, как регресс. То есть, допустим, в гипнозе человеку внушают, что он маленький, 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 в том возрасте, когда ему было там пять лет, или там три года, или там один год, или даже он младенец такой вот. И вот самое интересное, и он поискал в интернете, что пишут в научном смысле про регрессию. И вот оказалось, ну я хотел, чтобы он сам это посмотрел. И вот он пишет, одним из наиболее ярких открытий было проявление у людей, регрессивающих в состоянии раннего детства положительного признака Бобинского. Ну это такой рефлекс. Для вызывания этого рефлекса, составляющая часть педиатрического неврологического теста, к подошве ноги прикасаются острым предметом. У младенцев в ответ на этот стимул пальцы и ног раскрываются веером. Это рефлекс Бобинского у младенцев. А у детей более старшего возраста они подгибаются внутрь. Тем же, те же самые взрослые люди, которые во время своей регрессии в младенчестве реагировали на этот тест с раскрытием пальцев ног веером. При переживании периодов, относящихся к более позднему возрасту, реагировали обычным образом. И как и ожидалось, эти же люди, вернувшись к обычному состоянию сознания, демонстрили нормальный рефлекс Бобинского. Ну, это хорошо. Ладно, мы это поняли, что когда человеку в гипнозе, в трансе внушали, что он младенец, у него рефлекс Бобинского оживлялся такой, какой у него был, когда он был младенец. Ну, соответственно, представьте себе. Поэтому, когда мы проводили у ветеранов и блокадников Ленинграда омоложение с помощью ключа, обучали там с моим другом и коллегой, психологом и актером. Привет, 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 да, которого все знают. Вот, и, значит, обучали там, я по скайпу с ними работал, он их непосредственно обучал. Вот, и там вот они демонстрировали омоложение. То есть они там даже показ мод там потом делали, у них оживлялись такие эмоции хорошие, они говорили, испытывают радость такого освобождения, снятия нагрузок, напряжения, гибкость появлялась, кахетничали там. Ну, все было замечательно. Вот, дело в том, что это состояние регрессии, которое в этом трансе человек может сам у себя вызывать и тем самым оживлять у себя эту молодость, это драйв молодости, это вообще неописуемое состояние. Вспомнить, когда ты был какой молодой, какой энергичный, такие планы у тебя. И то же самое оживление-то происходит, потому что гормоны там включаются, активизируются, да, и появляется энтузиазм, любовь к жизни. Да, даже у людей, которые апатичны, депрессивны, у них появляется желание жить. Это очень интересно, когда с помощью ключа это люди сами делают, потому что они с помощью ключа по этой технике, по методике, они научаются это делать быстро. Так вот, дело в том, что там и порезы всякие заживляются, потом всякие спайки проходят, потом улучшается работа внутренних органов, кроме этого происходит там масса положительных изменений. Почему, собственно говоря, мы часто встречали и в описаниях, как лечился гипнозом, например, режиссер Михаил Чехов. Он восстановил свою гармонию внутреннюю, которую некоторое время было, что утерял. И потом он изобретал как раз-таки для актеров приемы, с помощью которых они раскрепощались. Школы Чехова по всему миру известны. Кроме этого, вот я недавно смотрел, еще не поздно, там, значит, режиссер Жановский рассказывал, что режиссер, режиссер Мирхольд, у него актеры упражнялись по биомеханике. Ну, там есть такое предположение, что Мирхольд и придумал это название, биомеханика, которая в науке потом, биомеханика. И они делали по этим принципам биомеханики повторяемые движения, ну, как у нас в методе ключ, повторяемые движения до степени их автоматизации. И через это у них открывалось состояние внутренней свободы. Ну, это потрясающе. Вы посмотрите вот это видео. Вот. И самое интересное, мы же в методе ключ это и делаем, но там же как сказано, что это сказано было с искусством связанное. А у нас как раз и человек, когда делает, когда в ритм входит, бегает там, или в ритм, допустим, каких-то повторяемых других движениях, лёст делает там, или шалтай-болтай, он же это как бы раньше не сказывалось с искусством. На самом деле механизм-то природный один и тот же. Я просто вам эти аналогии, примеры привожу для того, чтобы те, которые ещё этого не знают, чтобы эти связи как-то у себя в уме сложили. Потому что это же другое состояние, которое возникает, когда человек в ритм входит. По скорости автоматизации начатого действия. Это же есть формула ФА. Формула по критерию автоматизации начатого действия. Ну, мы там в одном из показывали видео с нашим другом-актером Бори. Так вот, я что хотел сказать. Искусство. Искусство. Высочайшее искусство, когда слушаешь музыку классическую. Ну, там же тоже происходит такой полёт духа. Полёт духа, ну, такой же, как ты, например, в горах. Ты пришёл в горы, смотришь, как облака, солнце. У тебя тоже полёт духа. Да, и методы ключи, полёт духа. Да, кроме этого, это же состояние особое, особое состояние. Так вот, здесь вот интересно. Вот Александр Милов мне что ещё написал? Сейчас я вам скажу. Что же он мне ещё написал? Молодец, Александр. И Виктору Лобынцеву я передаю привет ещё раз. Ещё раз передаю привет. Нет, Виктор, ты просто молодец, что ты там оживляешь молодость у ветеранов и блокадников, даже ленинградских блокадников. Да, сейчас. Так, следующее. Да. Вот. Вот, 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 вот. Это мы посмотрели сейчас. Вот этим занимались, значит, ещё в своё время занимался. Кто этим занимался? Насчёт гипноза. Гипноза много говорили, что гипноз связан с возможностью мобилизации физиологической управляемости, вплоть до малодоступных пониманий возможности моделирования возрастной регрессии, которой мы говорим не о натальному периоду взрослого загипнотизированного и проявления разных рефлексов. Да, и другие лечебные возможности гипноза, как совершенно оригинальную форму комбинации теплового, тактильного и субъективного воздействия можно рассматривать предложенный «А, во-во-во, как интересно, как интересно». Игров в своё время этим занимался. Короче говоря, я вам хочу сказать интересную вещь, что можно в это состояние с помощью ключа входить самостоятельно, раз, вызывать у себя эту регрессию. Знаете как? Вспомнить надо самый лучший момент жизни в юности, в детстве. Да, применив до этого хлёст, хлёст, потом сделать ключевой стресс-тест, потом начать шалтая-болтая, туда-сюда болтая, все чисто механически, пустив мысли на самотёк, переживаешь, о чём переживаешь, не борясь там ни с какими там негативными эмоциями и страхами. Это как труба получается. И когда ты думаешь, о чём думается, в это время у тебя ритм, ритм становится автоматически соответствующий уровню напряжения. Как будто мама тебя качает, подбирает тебе ритм покачивания. Это же одни и те же механизмы. Да, и через это ты переходишь в состояние, в котором ты можешь вспомнить себя, как в детстве, и у тебя происходит оживление, оздоровление и раскрытие тех спящих талантов, творческих качеств и возможностей, о которых ты даже не подозревал. Об этом мы будем говорить и проводить наш вебинар в среду. И в сетях об этом будет, объявление, вы будете это всё знать. Но самое интересное же, что можно в это состояние, ключевое, я бы сказал, которое в гипнозе, гипнозом называется, его тренги, аутотренгием, погружением, вот этим генным, да, этим же занимались и очень многие, многие специалисты, и психологи, и психотерапевты, классические, которые мы читаем в книгах. И вот там можно переходить быстро, а тогда называется так называемый квантовый переход, по-научному тренгерный переход. А можно фракционированно, то есть поступенчато. А в жизни мы туда переходим время от времени спонтанно и выходим оттуда спонтанно. Когда мы вылечены чем-то, мы туда, вот я, например, так говорю, у меня такой ритм разговора, вы, наверное, обратили внимание, у меня ритм, с которым я говорю, трансгенный. Трансгенный. То есть по существу многие мне там пишут, что когда я его слушаю, я прямо освобождаюсь от напряжения, я прямо засыпаю, ну, если человек не доспал, естественно, засыпает, как мама ребенка покачивает, он успокаивается. А другой, освобождаясь от этих напряжений, если он выспавшийся, он начинает испытывать радость какую-то, легкость. И он говорит, я утро начинаю с вас. То есть я, да, я очень рад, я вас всех с этим поздравляю и говорю вам доброе утро. Трансгенный ритм, потому что я вхожу в поток, потому что я занимаюсь любимым делом, и вы будете легко входить в поток в любой деятельности, в актерское, ораторское, физкультурное, писательское, художественные произведения, рисовать или сочинять, входить в поток. Если вы несколько раз входите в это состояние, выходите, несколько раз ходите, выходите, несколько раз ходите, выходите, у вас формируются навыки. И перед любой деятельностью, особенно если вы сделаете хлест, шалтай-болтай, плавательные движения, любые другие движения, которые вам хочется при этом сделать, потянетесь после этого, и приступите к деятельности, вы быстрее входите в поток. А говоря проще, вырабатываетесь. Вот это интересно. Да. А на вебинаре я вам покажу кое-что такое, что вообще, да, суперсливые. Знаете, у меня всегда уникальные вебинары, я всегда что-то новое показываю, новое что-то говорю. И вот так будет интересно, просто потрясающе. И мы соединим, мы соединим. Все, что вы будете видеть в жизни, все, что вы будете читать про высокое искусство, про классическую музыку, про настоящие шедевры, и ваша жизнь окрасится, потому что вы во всем начнете замечать одни и те же закономерности. Природа-то она едина. Едина. Вселенная над нами и внутри нас. Да. Звезды над нами и этический закон внутри нас. Да. Наше внутреннее чувство гармонии, наш здравый смысл, а наши вебинары всегда посвящены тому, чтобы мы были. Человек, это звучит гордо, чтобы мы могли во всех обстоятельствах, самое главное, в условиях неопределенности, быстро адаптироваться и находить лучшие решения. Вот так вот. До встречи, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...